Химфак Павел окончил 15 лет назад, но сегодня вновь решил стать студентом. С документами Варфоломеев пришел в Агу на магистратуру, выбрал специализацию химических технологий. Сейчас ситуация такая в стране, что за химией будущее, в общем-то, надо развиваться, расти дальше, получать дополнительное образование. Химическое производство растет и требуются специалисты, я хочу быть на этой волне. В 2007 году Варфоломеев окончил специалитет химфака, потому 40-летний папа рассчитывает на бюджетное место в магистратуре. Всего их 15, и молодые бакалавры задают конкуренцию. К нам уже более 300 документов заявлений поступило, в том числе от зарубежных абитуриентов, ну, от выпускников прошлых лет. А зарубежные это какие? Ну, на данный момент это страны Центральной Азии, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Кстати, магистрантов ждут охотнее, особенно IT-специалистов, историков и, например, генетиков. Указом президента месяц назад дополнительно выделили 30 тысяч бюджетных мест. Страна находится в состоянии проведения вот этой специальной военной операции, которая очень важна для страны. Соответственно, очень важны сейчас инженерные кадры, потому что против страны различного рода санкции применяются. И собственные инженеры, собственное производство очень важно. В Техническом университете бюджетных мест больше всего на строительном факультете. В опорном вузе это институт биологии и биотехнологии, а в педагогическом – институт психологии и педагогики. Кстати, по поручению Путина дополнительные места в магистратуру получили все. АГУ и АЛТГУ больше сотни, ПЕД всего 25. Среди абитуриентов педагогического университета есть и десятиклассники. Кто-то узнает о направлениях и вступительных экзаменах. Некоторые решают, стоит ли идти в 11 класс. Мы просчитываем все варианты, чтобы было, то есть 100% чтобы мы поступили. Вот так же. ЕГЭ – это дополнительный стресс. Сегодня только пришли результаты по обществу, а вы знаете, что в вузах существуют минимальные пороги. И у нас сегодня достаточное количество звонков, что пока не знаем, как эту информацию проанализировать, дети не набрали минимальный порог по обществу. Такие результаты не дают поступить даже платно. Потому члены приемной компании предлагают другие факультеты и даже профессию. Исключений здесь быть не может, ведь документы подают не только школьники. В списке на зачисление – выпускники колледжей, взрослые люди и молодые мамы. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком.